Как перестать себя обманывать в каких-то вопросах, которые очевидны, но иногда начинаешь себя что-то придумывать, но это ни к чему хорошему не приводит. Перестать придумывать себе что-то, тогда ты перестаешь обманывать, быть собой, быть естественным, не подстраиваться ни под одного человека в этом мире, не подражать ему, не противоречить ему, быть естественным собой, обычно, не отстаивать себя. Ты мне говоришь сейчас все то, что мне нужно научиться делать. Отстаивать себя. Нет. Почему не надо тебя отстаивать себя? Потому что отстаивать ты будешь не как себя, как ты, не как ты, как Тамару хочешь ты отстаивать, потому что ты Тамару отстаиваешь всю жизнь. А себя как жизнь отстаивать не нужно. А вот Тамару, конечно, все хотят отстаивать. Алена Алена хочет отстаивать, Наташа Наташа хочет отстоять, Таня Таня хочет отстоять, Саня сам хочет отстоять. И каждый хочет отстоять этого человека, которого не знает в зеркале. Но я не про тебя, не про ту Тамару, которую ты видишь в зеркале. Я про ту жизнь, которая ты есть на самом деле, естественно, обычная, без этих всех навязанных про тебя мнений. Я не про это. Я про ту, которая не нужна в отстаивании себя. Ну, жизнь и я, она же неделимая, это одноцелая. Ну, сейчас делимая, потому что ты отстаиваешь Тамару, а жизнь отстаивать не надо. То у тебя сейчас поделена. Ты хочешь сначала отстоять Тамару, а потом якобы ты станешь жизнью. Нет. Так не будет. Отстаивая Тамару, Тамара будет продолжать быть. А жизнь есть, без отстаивания она всегда есть. Это как гул в ушах. Попробуй с ним что-то сделать. Ничего, он сам пришёл, сам когда-то уйдёт, просто он научится слышать. Слышать через этот звук, который есть, якобы он ему мешает. Этот звук просто учит нас слышать лучше. Но он не мешает человеку. А ему кажется, что это как помеха какая-то у него. Как человек. И точно так же, как Тамара, думающая, что как-то правильно, как-то неправильно. Где-то нужно, где-то не нужно. Что-то люблю, что-то ненавижу. И вот это всё, вот это Тамара. Если убрать Тамара, оставить одну жизнь в этой оболочке Тамары, то жизнь будет только смотреть на всё происходящее. Так же, как и «Как тебя зовут?» Я забыл, у кого в ушах звук. Женя. Женя. Вот так же, как и Женя, думают, что у Жени звук в ушах. Пока есть Женя, Женя будет слышать. Когда Женя не станет, Женя не исчезнет, тогда и звук исчезнет. Потому что не будет Жени, останется только звук. Это жизнь. Не будет кому помешать. Точно так же и тебе. Не будет кому мешать тебе, как будто бы ты знаешь, как правильно или как неправильно. Иногда нужны ошибки для людей, которые делают неправильные действия, но ты хочешь их научить, что это неправильно. Рассказать им. В этот момент появляется Тамара, которая знает, что надо делать. Знающий. Знающий. Учитель. Но учитель не нужен, не нужна Тамара. Самый лучший учитель – это ошибки, которые мы делаем сами. Иногда мы думаем, что мы знаем, как лучше другому. Уже я сколько раз повторяюсь и буду повторять, что вы не знаете, как нужно другому. Никто не знает. Чтобы Жени узнал про свой страх, ему надо побыть с собой. Узнать про страх. Я ему не рассказал, чего он боится. Я ему рассказал, чтобы он узнал. Он хотел узнать у меня, как справиться с этим звуком. Я ему сказал, что звук появился. Самый звук исчезнет. Ты не контролер этого. Точно так же, как и ты. Твой Шарпей опять возвращается. То уходит, то приходит. То уходит, то приходит. И он, вроде бы как, должен подчиняться тебе, а он не всегда подчиняется. Жизни он быстро подчиняется. Когда уходит Тамара, Шарпей исчезает. Только Тамара появляется, Шарпей появляется. Ты сказал, что я кого-то учу. А я никого сейчас не учу. Или я кого-то учу еще. Ты мне вопрос написала. Для чего этот вопрос был? Для того, чтобы создать, чем я создала эту ситуацию. Какую ты создала ситуацию? В чьих-то действиях? Ну да, я боюсь этого, и тут это произошло. В чьих-то действиях ты не можешь создать ситуацию. Это его действия и я. Ты отвечаешь за свои действия, а этот человек отвечает за свои действия. Но это не нормально. Это нормально. Для него это нормально. Тебя тоже считают многие ненормальными. Тебя тоже многие считают ненормальными. У меня это как раз все равно. Но тебе еще не все равно, потому что ты видишь в них ненормальность. Это твоя ненормальность, которую тебя видят люди. Тебя и показывает, чтобы ты видела, что они ненормальные, а другие. Тогда она и проявляется, эта ненормальность. Ненормальность то, что у тебя сказали, что ты ненормальный. И раз ты ненормальный, значит и другие ненормальные могут быть. Ты не приняла себя еще ненормальным. В смысле? Ты не приняла, когда тебе говорят, что ты ненормальный. Ты не приняла это, что да, я ненормальный. Я бы спросила, в чем. А я бы не спросил, в чем. У меня нет смысла спрашивать у других, в чем я ненормальный. Что бы я не спросил, я всегда буду ненормальный в чем-то. У меня нет смысла. А как ты поймешь, что они имеют в виду? Да все, что они будут иметь в виду, я буду иметь в виду. Потому что это их мнение. Как нужно игнорировать? Ну потому что это их мнение обо мне. Ну они же могут быть в чем-то и правы. В чем они могут быть правы? Они могут быть правы в том, если они смогут прожить в моем теле одну секунду. Тогда они увидят, что они правы или нет. А доказывать им, что они правы или они не правы, нет смысла. Потому что их видение будет продолжать их убеждать в том, что они видят. Поэтому мне нет смысла о них говорить. О их мнении. У них должно быть свое мнение, я говорю, пожалуйста. Будьте своим мнением обо мне. Начни доказывать свое мнение им. И ты увидишь, у каждого будет другое мнение, и ты будешь каждому доказывать. Ты устанешь. Ты устанешь. Это как Женя будет рассказывать, какой звук у него. Ты слышал, когда он начал говорить? Кузнечик, флейка или что-то там еще, да. Но это нельзя объяснить. Этот звук нельзя передать словами. Нельзя его одеть в слова. А послушать кому-то он не может дать. И он ходит как дурак, говорит, да блядь, вы не понимаете, но этот звук у меня. Не надо ему про этот звук никому говорить. Потому что он не сможет его передать. Послушать. Наушники ходить кому-то, глянь. И Даня говорит, на, послушай мой звук. Не может. Каким способом он не хотел это сделать? Может разбиться об асфальт, но не смогу. Никому передать это звучание. Это ему показывает, что не учи других. Не сможешь передать то, что ты знаешь. Каждый учится слышать. Все, слушать. Мы только пришли слушать, видеть, кушать, нюхать, чувствовать. Одна женщина тебя погладила, ты одно чувство почувствовал. Другая женщина пришла, тебя погладила, другое чувство. И попробуй передать другим, как меня эти, когда женщину трогали, ну что я чувствовал. Как мне передать это? Каким способом? Это невозможно. Его будут трогать? У него в итоге чувство, он скажет, боже, это отвращение такое, чтобы только что было бы, а ты рассказывал про нее, что там вообще мурашки от пяток до волос пошли. И это правильно будет. Правильно его мнение будет. Я соглашусь, скажу, ну да. Может эта женщина чем-то запазднула на него. У него отвращение появилось, и тогда у него мурашки не пошли. Потому что передалась другая информация. Не ощущение, а запах. Все, все, все поменялось. У меня одно, у него другое, у Виталика третья, у Сани четвертая. Одна и та же женщина передает разные чувства. Ну как это может быть? Я перехотела спать. Поэтому не думай, что ты знаешь, как этому человеку помочь. Скажи, слава Богу, Господи. Начинает сама она будет. Самостоятельный человек начинает быть. Боже, как мне легче стало, что она уже самостоятельная все делает. С ошибками, ну и слава Богу. Научиться на своих. То есть никого не учить и ничего людей не рассказывать? Конечно. Себя. Себя опознавай. Через себя. Все, все, что ты можешь, все делать. Не говори ей неправильно, а делать вот так, как ты делаешь. Она может увидеть и увидеть, как это происходит. Она мне сказала, что ее беспокоит, но я это должна сделать и все. У нее это получилось, получилось. А ты странная какая-то, у тебя она не получилась. Ты бы взяла другие предметы, другое бы действие сделала. А у нее получилось. Ну, да, получилось. Но... Главное, что никто не пострадал. О, это самое главное. Но... Слава Богу, что никто не пострадал. А если бы кто-то пострадал? Слава Богу, что кто-то пострадал. Ну, ты бы так не взяла, ты бы ругала себя. Не досмотрел? Да. Да, я все беру на себя в плане работы и все. Конечно, ты хочешь прожить вместо кого-то жизнь. А свою жизнь ты вообще даже и капельки не хочешь жить. Вот маленькие капельки. Все. Тошматы. Да. Тошматы. 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 Приходи за следующий долг за. Тошматы. Тошматы. Ja. Томаты. Продолжение следует...